Когда я пришла в РОТО на роды, не было холодильника в палате. Я в первую очередь спрашиваю, дорогие мои, а где тут холодильник? Мне говорят, в этой палате нет холодильника. В соседней палате есть холодильник. Я говорю, ну хорошо, я пойду туда. Мне девочки, в очень положительные, которые лежат в палате, говорят, а тебе не разрешат положить твои продукты в этот холодильник? Я говорю, почему? Ну как же, ты разве не понимаешь, где ты лежишь и в какой ты палате лежишь, что это палата для прокаженных. То есть это палата для вечоположительных людей. Это пример внутренней самостигматизации вечоположительных женщин. Я говорю, сейчас посмотрим. Я иду в палату, ставлю туда свои продукты, улыбаюсь с девочками, общаюсь. На меня смотрят совершенно непонятно. Круглыми большими глазами думают, как она смела. Но в ответ мне ничего не могут ответить. И я думаю, если они мне что-то будут говорить, я сразу же начну говорить, что такое речь, что такое спид, и как это передается, потому что это им тоже важно. Потому что женщина на сегодняшний день, она является уязвимой группой. И в первую очередь это касается женщин. Я выросла в селе. Папа пил, мама нет. Мама все делала для того, чтобы мы могли одеваться, нормально ходить в школу, как-то в заштопанных там, каких-то там, кроссовках. Я каждый раз, когда шла из школы, я держала так пальцы. Боженька, только бы папа с мамой не ругались. И поэтому мне пришлось очень много работать и с психологом, для того, чтобы все это осознать и понимать, что брак – это классно, и семья – это здорово. Когда я узнала о своем статусе, я сказала, «Я никогда не скажу, меня мое общество, мое село никогда не примет. Я думала, сейчас приедет милиция, оденет на меня наручники и заберет меня, потому что я теперь не такая. Я теперь опасная. Я так думала на тот момент. И мне не сказали, что я могу жить, мне сказали тебе жить лет восемь». И я рыдала, потому что у меня было понимание на тот момент, что я никогда не стану мамой. То есть, ну, для женщины это очень важный момент. Отношение общества меняется к этой проблеме. Но меняется, естественно, ну как, ну не так быстро, как бы нам хотелось, потому что ВИЧ-инфекция, СПИД прогрессирует намного быстрее. Мы должны догнать ВИЧ-инфекцию каким-то образом хотя бы информацией и толерантностью. На позапрошлой неделе мой ребенок чуть больше недели ходил в детский сад. Какая-то мама увидела моего ребенка, увидела меня, узнала нас. Естественно, закатила скандал на весь детский сад. У меня достаточно внутренних сил для того, чтобы с этим человеком, ну, донести до этого человека, что это неграмотно с вашей стороны. Давайте я вам расскажу, что такое ВИЧ, что такое СПИД, и что мой ребенок, ну, он может ходить в детский сад со всеми вместе. Но это неприятно. Это внутренне травмирует человека. Это тяжело. После того, как случился такой инцидент в детском саду, мне стало страшно. Хотя я понимаю, что я справлюсь, но я понимаю, насколько мне еще нужно работать внутри, с собой, с ребенком. Мне просто тяжело, когда... Да, это касается меня. Это не касается моего ребенка. Ребенок снят с учет. Но ребенку будет говорить, потому что общество такое. Да, я с этим согласна. И я понимаю, насколько я еще продуктивнее должна работать, еще больше должна работать для того, чтобы донести до общества люди, пожалуйста, цените друг друга, уважайте друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok